В День Святого Николая к поздравлениям маленьких крымчан присоединились и депутаты Госсовета Республики. Они посетили Республиканский Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения и Малую Академию Наук. Причем подарком были не только традиционные в таких случаях книги и конфеты, но и дальнейшая помощь в работе учреждений. Маленьким воспитанникам Центра организовали настоящее путешествие в новогоднюю сказку. Первый вице-спикер Крымского парламента поздравил ребят, вручив им сладости и игрушки, подчеркнув, что главный подарок их ждет в скором времени. Прежде всего я хочу пожелать, чтобы у них сбылась мечта. Я знаю, что это мечта не только их, это мечта их родителей о новом центре. И мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы эта мечта сбылась уже в следующем году. Дело в том, что нынешний Центр медико-социального сопровождения, он, к сожалению, не очень соответствует, не очень подходит по своим параметрам, под те задачи, которые сегодня стоят перед его сотрудниками. Не с пустыми руками в Малую Академию Наук Искатель приехал и глава профильного комитета Госсовета Крыма Владимир Бабков. К традиционным подаркам он добавил еще и перспективу дальнейшей работы. В парламенте видят большой потенциал в испитанниках Академии. Совсем скоро к их талантам обещают подойти еще более предметно. У нас сегодня с руководством Министерства образования и с руководством Малой Академии Наук обсуждается проект проведения форума одаренной молодежи, где бы могли мы собрать всю нашу будущую элиту, показать ей будущим работодателям, будущим руководителям, какие кадры подрастают, чтобы они были уверены, что завтра будет кому работать на благо Крыма. Борис Манин, Екатерина Серегина, Время новостей.